когда я ну еще давно очень уж уж получается в десятом году они вдвоем покаялись в десятом году мы провели самый большой лагерь на 440 человек мы думали что пропадем 440 незрячих вот и мы просто переоценили свои силы но слава богу вот тогда мы увидели что такое служение как человек с маленьким каким-то остатком зрения становился в начале колонны они такими паровозами ходили друг дружке вот так руку на плечо положат и тогда вот очень ясно как-то так было понятно вот это если слепой ведет слепого да но вот впереди колонны всегда становился человек со зрением и ты уже знаешь что они придут в правильное место когда мы ведем реабилитацию вот эту трость вы помните я бывал здесь у вас и я благодарю вас что на ваши средства куплено эта трость и нам сейчас для того чтобы подойти к незрячему вот новому человеку их около 200 тысяч в украине и мы понемногу осваиваем эту целину и для того чтобы вот нового человека евангелизировать слепого нужно вот такая вот трость и player с новым заветом проповедями и песнями это стоит 60 долларов приблизительно 55 где-то вот трость и этот player и поэтому друзья мы здесь и просим ваших молитв и просим чтобы вы могли поддержать наши руки когда мы идем и евангелизируем этих людей нам очень нужны эти средства потому что очень много людей нуждается сейчас именно вот в такой помощи к сожалению я не знаю от меня я думаю об украине думаю ну когда уже как-то там наладится вот чуть-чуть вроде как бы на ноги стали какое-то падение какая-то революция теперь уже к вид из я понимаю что во всем мире есть какие-то сложности но в украине даже сняли по поддержка была для многодетных сняли поддержку для инвалидов и та пенсия которую они имеют они не вас не могут ну они купят трость и все и останутся без ничего только только вот это и будет а что касается ориентирования вот мы с вами видим да мы могли найти сюда кто-то и на машине приехать и я уже вторую пару глаз одеваю кто-то тоже по второй паре имеет мы когда сами куда-то ходим мы можем ориентироваться но для незрячего вот это есть глаза и многие незрячие говорят вот эта трость удлиняет мою руку на два метра я с этой тростью вижу на два метра дальше а это как без трости без трости вообще не вижу и есть очень важное правило оно подходит для всех мы читаем слово божье где написано слово твое светильник на гемой и свет сеземой для незрячих в ориентировании кстати игорь у нас универсальный солдату он и может преподавать и шрифт брайля он может и преподавать обучение на компьютере и на телефоне звуковыми программами также они с женой хотя имеют минимальное зрение они преподают ориентирование с тростью и у нас есть правило где трость не была нога не стает светильник ноге моей и мы так проповедуем незрячим и говорим что точно так же как эта трость есть ориентир для тебя в физическом мире так слово божье просвещает душу твою чтобы ты мог различать не только ориентиры вот этого мира физического но и ориентиры духовного мира чтобы ты мог различить черты небесного отца вот что мы делаем если очень кратко если вы захотите больше узнать пожалуйста подойдите к нашему столу я еще не знаю где-то фойе будет и мы сможем поделиться больше информации у нас есть нас есть такая вот такие карточки на которых есть qr-код по которому можно перейти и на различные каналы где есть больше о нас информации мы также ведем работу с детками мы очень плотно работаем в школе интернат там 170 детей инвалидов по зрению есть то там тотально незрячие есть наполовину вот разной степени и было время когда нас туда очень с опаской допускали это было шесть лет назад и довольно трудно было пробиться но на сегодняшний день с божьей помощью нам доверяют и руководство школы и родители мы этих деток берем в лагеря летом мы проводим для них христианские различные такие состязания и на рождество нам так даже разрешила директор для 70 преподавателей мы сделали рождественское такое представление с проповедью и для меня большая радость что несмотря на то что вроде как бы мир отделяется от церкви он очень демонстративно пытается это сделать но у нас в украине есть возможность проповедовать и говорить евангелие вот игорь так раскрыл так сказать свое нерадение как бог доработал да вот иногда нам кажется что вот ну этому человеку уже все сказано все что можно было этот этого уже никто не спасет да но у бога есть такие какие-то рычаги бог достигает любого человека вот этой весной у нас была реабилитация приехали незрячие молодой парень выделялся среди всех очень спокойный интеллигентный и такой размеренно как-то так мыслит и когда мы заканчивали уже обучение я проводил там семинары еще с одним братом и когда заканчивалось все я вызывал людей на вот такой открытый разговор и задавал вопрос если вы не приняли сейчас что вас держит и он отвечает я хочу больше узнать но я подумал так ну наверное просто отговорка какая-то но человек внимательно слушал он также с киева я думаю хорошо я приеду я займусь тобой я с тобой еще пообщаюсь но не не хватило мне времени я заболел на ковид сразу после этой этой реабилитации все семь преподавателей слегли на ковид слава богу что незрячие все никто не заболел все были здоровы и когда я выздоровел я узнаю что вадим покаялся потом через который как короткое время я общаюсь с ним он принимает крещение я думаю я не успеваю бог делает то что я думаю что только я могу сделать господь достигает каждого сердца на сегодняшний день это спасенный человек и я молюсь сейчас о нем чтобы бог сделал из него служителя друзья я еще раз хочу сказать это и ваш плод это и ваши молитвы я понимаю приезжает потом другие гости у вас своих каких-то проблем хватает что-то забывается но тогда когда мы бываем я уверен что вы молитесь у нас кстати есть собой напоминание для молитвы такое я не взял с собой подойдете у нас есть такая резиновая рыбка для для ключей это на рыбке написано служение незрячим я уверен если вы возьметесь за ключи и увидите вот эту рыбку вы обязательно помолитесь и на этот раз может быть больше чем один раз мы хотели бы прославить бога и спеть сейчас вместе с сыном первый псалом мы споем измени меня мы знаем что без того чтобы изменилось наше сердце не может произойти чего-то хорошего от если бог не изменит наше сердце то мы ни большого ни малого для нему не сможем сделать каждый может вспомнить себя мы все находились в том состоянии когда нам казалось что мы неплохие люди вообще-то и когда-то я своим сыновьям когда они еще не обращались евре слушай для обычной семьи ты идеальный ребенок но богу ж не это нужно богу нужно твое сердце богу нужно наше сердце и нужна вот эта молитва измени меня